Итак, друзья, коллеги, приветствую вас на нашем канале. Адольф Юрьев и наша команда приветствуют вас. С вашего позволения хотел бы ответить на вопрос. В принципе, снимали видео касаемо инструментальной части. Очень много поступило тех или иных комментариев. Но хочу выделить в особенности такой интересный комментарий. В принципе, еще раз коснуться и больше об этом вообще не разговаривать. Но вам будет интересно. А в чем будет состоять такой некий глубокий интерес? Потому что, как оказывается, есть очень такой глобальный обман, в который фактически завели вас многих. Это правда. В чем состоит обман? Вот смотрите. И в чем состоит комментарий? Комментарий состоит в следующем. Адольф Юрьев. Ну вот смотрите. Есть стиль, вид резьбы Татьянка. У них под свой стиль резьбы есть инструмент. Уважаемые друзья и коллеги. Вся основная беда состоит ровно всего лишь навсего в том, в вашем незнании. Такого стиля и вида резьбы, как Татьянка, просто-напросто нет. А в чем состоит обман? Я вам объясню. Я вам вкратце расскажу. Что у Татьянки очень сильно хорошо получается, это прежде всего, объективно говоря, это обманывать. Почему? Потому что Татьянка, прежде всего, слезала стиль. Слизала. Это правильное слово, не плагиат, а именно слезала. И просто-напросто его назвала своим. Что Татьянка делает? Стиль обера. Это то, что в открытом доступе. Вот что Татьянка делает. Татьянка не делает что-то, то, что они называют Татьянкой. Да, да, именно так. Резьба по дереву Обера Анри Жозефа Парента и дальше. 17-18 век. Это резьба по дереву Обера Анри Жозефа Парента. Критики в конце 18 века произнес о его работах. Едва ли можно ожидать увидеть столь деликатесов, столько деликатесов, объединенных с такой элегантностью в таком маленьком пространстве. Да, ребята, вот, вот. Вся основная проблема просто-напросто в том, что первое, что информационно страны постсоветского пространства загружены информацией какой? Прежде всего, той самой информации, которую мы все неустанно читаем в книгах, начиная там с 50-го, 60-го года, да, по сути, в которых там плоскорельефная, плосковымчатая, рельефная, прорезная, ажурная и прочее, многое другое. Но есть очень находчивые ребята. Эти находчивые ребята просто чужое присвоили себе. Всего лишь на все. Вы не виновны в том, что вы не знаете. Вашей вины в этом нет. А вот именно в тех людях, которые просто-напросто чужое присваивают себе и называют своим. Вот у нас такой стиль, а в частности, Татьянка. Запомните раз и навсегда. Такого стиля, как Татьянки, просто-напросто нет и не была. А вот это был оббер, который вам предоставили под маркой Татьянка. Всего лишь на все. Это я вам показываю то, что является в открытом доступе. Если поговорить о работах в закрытом порядке, архивностях, то там все это более глубже предоставлено. И закрытые порядки архивов есть более открытые. Но в открытом доступе информационно. То, что я вам сейчас фактически называю. Является ли это ново, то, что я вам говорю, информационно получается, да. Потому что вы просто-напросто говорите, вот у них под ихний стиль. У них нету ихнего стиля. У них стандартно сделанные профиля очень низкого качества. Это первое. И очень хорошо, что они умеют делать. Это просто-напросто смотреть на кого-то, делать в низком качестве. И, соответственно, это потом просто называть своим. Вот это истинное лицо. И которое является просто-напросто неблагочестивым. Потому что порядок вещей необходимо называть своими именами. Я думаю, я объективно вам ответил на вопрос, что, мол, Татьянка там свой стиль резьбы и свой инструмент разработали. Ответ у вас перед глазами. Стиль резьбы. Резьбы. Обера. Покопайтесь, посмотрите, почитайте. И проведите просто-напросто параллели. В период времени 17-18 столетия. Что тут еще у него непонятного? Так что перед тем, как задаете вопросы, рекомендую вам просто-напросто для себя попросвещаться. И так или иначе открыть информационность. Не беда в том, что вы чего-то не знаете. Здесь же я никоим образом критично к вам не отношусь в вашем недопонимании. Потому что определенный период времени тоже определенные вещи как бы там не понимаются, недопонимаются. И многое другое. Но мы просвещаемся посредством того, что есть определенная информация. Правильно? Правильно. Мы сопоставляем, проводим параллели. И находим фактически во многом для себя ответы. Так что перед тем, как что-то говорить, однозначно рекомендую вам просветить себя. Главное. Никого не хотел обидеть. Главное. Никого не хотел поддеть. Сказал, как есть. На душу и сердце. И прежде всего, без ненависти, без злобы, а назвал порядок вещей своими именами. С наилучшими пожеланиями Адольф Юрьев и наша команда. Есть вопросы? Задавайте. Разберем. Пообщаемся. Вообще без проблем. Как говорил Соломон, во многой мудрости и во многом знании много печали. Умножающие познания умножают скорбь. Лучше бы я не знал того или иного. Потому что когда не знаешь, ты фактически находишься в неведении и думаешь, что оно так должно быть. Но когда просто-напросто начинаешь для себя раскрывать и вскрывать многие моменты, нюансы, подробности, детали, то начинаешь печалиться. А печалишься от чего? Потому что очень много лужи, лицемерия, которая состоит прежде всего в таких элементарных вещах, как я вам сейчас просто провожу параллели и просто-напросто показываю. Меня удивляет другое. Как вот эти вот предприимчивые ребята, Татьянка, которые себя назвали Татьянка, зачем вы просто-напросто людей так глубоко держали в заблуждении? Взяли, слезали, предоставили, начали рассказывать. Что вы рассказываете? Что вы рассказываете? Ничего нет плохого в том, что вы делаете данное. Это великолепные, потрясающие работы. У вас потрясающие работы. Очень тонкие, детальные. Я согласен, здесь же речь не об этом. Но это не ваше. Вот это вот не ваше. То, что вы назвали своим. Потому что называйте все своими именами. Хранит вас всех Бог. Бог. До следующих встреч. Всем пока-пока.